здравствуйте дорогие друзья недельная глава ки того и подготовка к суду подготовка кроша шана подготовка к тем дням когда мы станем каждый как написано как овца станет перед ним и будет вынесен приговор и так далее что делать нам что делать нам надо с одной стороны необходимо проверить себя почистить себя посмотреть что я могу исправить подумать что я сделал не так с другой стороны надо освободиться от осуждения не написано никого суд никого не суди никого не осуждая ни драком их ни друзей тем более на бога нельзя говорить там это категорически запрещено вообще в эти дни особенно тем более что это способствует долголетию кто не знает расскажу короткую историю уравина и скотска был хасид он дожил до 100 лет и когда его спросили слушая как тебе это удалось он знаешь он говорит да я знаю как это у меня удалось очень многие люди у них есть претензии к всевышним у кого-то почему у кого-то больше денег у кого-то жена лучше у кого-то квартира лучше машина я не имеет значения что разные вещи тысячу причин может и действительно в жизни очень много таких вещей которые они не понятны нашему почему так или так когда встречается такой человек начинает сильно спрашивать то небесный суд решает объяснить ему в чем дело все-таки подымает его наверх но поднять живого человека наверх нельзя материальность не поднимается наверх когда он уходит из этого мира ему там все это объясняет я же сказал он всегда все опробовал бога я никогда в жизни не не у меня нет него претензии поэтому бог соответствующему ангелу говорит не трогай его ему и так все понятно вот таким образом будучи всегда довольным я сумел заслужить долголетия дай бог для всех написано слушайся голос бога твоего вот казалось бы что тут объяснять но мудрецы пишут что здесь очень важный вопрос каждый день бог разговаривает с нами но слушать и слышать это абсолютно разные вещи очень многие люди на земле слышат а вот чтобы дошло услышать не всегда это надо приглядываться написали мудрецы что слова слушать его голос говорят о том что на нас лежит обязанность обязанность ответственность держать вот уши глаза открытыми чтобы пытаться уловить что именно сегодня бог в этот ген сказал нам есть такая короткая история раф и израиль салантер проходил мимо лавки сапожника поздней ночью и видит тот еще работает в турском свете совсем он зашел к нему уже поздно говорит почему ты все время работы что он говорит пока горит свеча еще можно что-то исправить пока горит свеча что-то можно исправить и раб салантер услышал он сказал это для меня сказано это коммерс пока душа свеча это душа человека пока душа находится в теле пока человек жив он еще может что-то исправить в талмуде есть очень известная история про рабе и киву когда рабе и кива был неграмотным 40 лет ему казалось бы ну куда ему там до духовности вот однажды проходил мимо ручья и увидел как камни вдоль ручья были обтесаны беспрерывно льющейся водой он посмотрел выдолбили такую дырочку и он для себя сказал слушать я понял что мне сказали твердый камень может изменить форму под воздействием воды то тора который называет водой точно может изменить меня она может пробиться у меня он стал учиться и кто такой рабе и кива на нем основа почти все что мы знаем вообще все что мы чем сегодня занимаемся это изменило его жизнь но это все должно менять и наше преддверие роша шана надо помнить что каждый человек живущий вот на земле по сути является сосудом сосудом для благословения бога что сделать чтобы какая наша задача вообще очистить сосуд от грязи налипшей в течение года от глупости которые мы совершили чтобы мы могли получить нормальное полное благословение уже наконец роша шана на следующий год через буквально две недели будут поставлены вот такие весы заповеди там хорошие дела хорошие мысли лягут на одну чашку на другую все что мы сделали не так и даже люди может не знают говорили не так что это очень большая тяжесть и совершенно написано счастлив тот кто сумеет сделать так чтобы побольше лягу на вот эту где заповеди добавить туда груза хорошего что-то сделать кто сумеет воздержаться хотя бы в эти две недели уменьшить их вес это не трудно написано за каждое раскаяние приходит прощение то есть подумать что ты сделал не так и раскаяться в этом это рабейну йона написал любое сожалению даже крупица сострадания совершенным уменьшает его вес вот по крайней мере хотя бы так браха вас лоха давайте слышать и услышим